Всем привет! С вами Екатерина. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня покажу вам обзор своей очередной посылки с крупнейшего китайского сайта buyingcoins.com Итак, что же я купила? Первое. Купила вот такие вот карандаши. Их надо поточить для приклеивания страз. Вот. То есть они там такой имеют состав, который притягивает к себе стразики. То есть когда вы делаете маникюр, допустим, очень удобно, да, не пинцетом вот там вот пыжится, а вот так вот к стразику и наклеиваете. К стразику наклеиваете. Вот. Либо когда вы делаете алмазную мозаику, занимаетесь рукоделием, то тоже вот эти вот стразики, я знаю, что тоже некоторые пользуются такими карандашами. Очень хорошие отзывы на них. Вот. Вот так вот выглядит карандаш. Тут птичка. То есть я купила два. Дальше. Купила набор вот таких вот палочек. Честно, не помню, сколько их. Либо я взяла два набора по 50, либо один 100. Но мне пришло просто две упаковки. Вот. Ссылки на все товары, которые я сейчас покажу, я оставлю в инфобоксе внизу, если что-то понравится. Переходите. Смотрите. Вот. Это палочки из апельсинового дерева для маникюра. Я делаю необрезной маникюр с помощью геля для удаления кутикулы. Вот. Поэтому я использую очень часто вот такие вот палочки апельсиновые. Это очень дешево. Как-то я их купила. Не буду врать, но очень дешево. Так. Дальше. Продолжая тему маникюра, купила набор вот такой вот скребок и вот такой штамп для стемпинга, да, чтобы наносить, переводить узоры, картинки на ногти. Не знаю, пока, хотя в обзорах у девочек, у блогеров я видела, они пользуются именно вот таким вот штампиком, но у меня с помощью этого штампа перевести ничего не удалось мне. Вот. Я пыжилась-пыжилась, ничего не получилось. То есть я уже и бафом потерла вот. Может, плохо потерла. Думаю, может быть, лучше будет переноситься. Нет, не переносится. Не знаю. Вроде пластинка та же самая. Я ей уже пользовалась, переводила, но пока ничего не получилось. Если вы знаете, как можно реанимировать вот этот штамп, чтобы он начал переводить, пожалуйста, напишите в комментариях. Буду вам очень-очень признательна. Вот. Потому что чувствую я так, что придется, наверное, все-таки раскошелиться и заказать себе натуральный конат. Вот. Так. Дальше купила. Пластинку. Пластинку купила вот такую вот. Вот. С такими рисунками различными. А на ней пока еще есть защитная пленка. Вот. Я ее не снимала. Потом у меня будет отдельное видео моих приспособлений для маникюра. Вот. Также я хочу сделать фото всех своих пластинок для стемпинга. И потом тоже на все пластинки дам ссылки. Вдруг вам понравятся тоже такие. Захотите заказать себе. Поэтому сделаю. Выложу. Дальше. Купила опять набор вот таких вот дисплеев для лака. Ромашки, да? Как называются у нас они. Пять штучек здесь. И на каждой ромашке 18 вот таких вот типсов. Вот. Очень дешево. Доллар с чем-то. Это вообще просто супер цена. Также по-моему 50 вот таких вот типсов набор я купила. Чтобы более правдоподобно демонстрировать лак мне показалось, что нужно все-таки прозрачный. Вот такой вот ноготь лучше иметь. Здесь вот они все идут россыпью. Плюс вот такой еще крепежный болт. Здесь вот дырочки внизу. Они все вот на этот болт насаживаются. И потом получится вот такой вот у меня веер. То есть это очень хорошо использовать для тех, кто работает в салонах красоты. Кто делает маникюр профессионально. Чтобы клиентам демонстрировать лаки. Но я буду использовать, чтобы демонстрировать лаки вам. дальше купила набор вот таких вот стразиков. Но это не в прямом смысле что стразики камни. Это вот такие поджемчуг стразики. То есть половинки вот такие полусферы разных цветов. Я занимаюсь рукоделием, делаю сама открыточки. Поэтому они мне пригодятся и для открыток украшать открытки. Как такие камушки. так и для маникюра тоже можно по одной или по несколько приклеивать на ногти. Классный набор. Тоже недорогой. Ссылку оставлю. Они очень малюсенькие. По-моему по полтора или по два миллиметра каждая. То есть маленькие маленькие они очень. Классные. Понравились. Дальше также для маникюра я купила набор вот таких вот спонжей поролоновых чтобы делать градиентный маникюр. Да? Вот лаки наносите на эту губочку и себе штампуете на ногти. Ну, я думаю, все знают, что такое градиентный маникюр. поэтому не буду особо распинаться. По-моему 24 да, по 12 в каждой упаковке там можно было выбрать. Я выбрала 24. Вот. Так. И дальше для красоты что еще я купила? Купила себе и маме тоже сразу подарю. Это вот такая вот губка для снятия макияжа и не только. Это губка для умывания. Вот. Так. Называется она поньяк по-корейски. Вот. Я первый раз такую губку увидела в магазине, где корейская косметика продается. Вот так вот она выглядит. Она сейчас твердая, такая сухая, да, но перед применением ее нужно размочить в теплой воде. Вот. Я думаю, что первый раз помойте ее каким-нибудь своим очищающим средством, каким-нибудь гелем для умывания. Вот. И потом с ее помощью можно вот очень классно умываться. Вот. Заказала два таких вот куняка. Вот. Рекомендуется размочить. И очень хорошие свойства. Это натуральная губка морская. Очень хорошие. Может быть, она и не морская. Я не буду врать, конечно. Может, это даже и... В общем, я не знаю, что это за материал такой, но отзывы очень хорошие. И свойства у этого материала очищающие тоже очень хорошие. Вот. И последняя моя покупка в этой посылке это вот набор три штуки вот таких меламиновых, меламин, вещество в них содержится, меламиновых губок. Вот. Я тоже смотрела на YouTube обзоры уже людей, которые покупали, заказывали такие губки. Они даже сухими вот так вот маркер, например, да, рисуют и сухими вот так губками оттирают загрязнение. Я покупала подобные губки в Финляндии. Они были белые, две штуки в коробочке. Они стоят гораздо дороже, нежели три за доллар, да. Вот. Также в магазинах тут недавно видела в Окее такие губки. Ничем не пахнет. Вот. Тоже дороже гораздо. Поэтому очищают все. Вот, например, если у вас, ну, на плиту вот вы готовите, там, жир капает, да, это вот этот вот жир, вот эти желтые точки, если они немножко времени пройдет, вы их вовремя не вымыли, потом это сложно удалять. Эти губки, они справляются без дополнительных средств, справляются вот с такими трудными загрязнениями. вот, также ими очень хорошо люди, я знаю, кафе чистят, еще что-то вот такое. Вот. Так что, вот такие губочки тоже купила. На этом все мои покупки в этом заказе закончились. Если вам обзор понравился, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok